Редактор субтитров А.Семкин В Башкортостане иностранцы не смогут покупать недвижимость без специального разрешения правительства России. То же самое касается сделок по продаже или аренде. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Речь идет о гражданах государств, которые ввели санкции в отношении России, такие как США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза. По данным Росреестра, в республике за прошлый год иностранцу купили, продали или получили по наследству, а также подарили почти 100 земельных участков, 350 зданий, 369 других помещений. Я думаю, что это просто одна из ответных мер в этой информационной войне, в войне каких-то указов, первых новых правил. То есть я думаю, что это один из пунктов вот этих всех событий, потому что какой-то причиной, которой не было вчера или там две недели назад, и она появилась, я сейчас не вижу. По данным Росреестра, всего на территории республики совершено более 10 тысяч сделок с участием иностранных граждан. Напомню, 5 марта правительство утвердило список государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли 50 стран. В Башкортостане отменили налог для инвесторов, строящих туристические объекты. Мера действует во всех регионах России, заявил зампредправительства Дмитрий Чернышенко. Нулевая ставка для компаний, строящих гостиницы, будет действовать на протяжении 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также получит владельцы уже существующих отелей, базы отдыха. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года. По данным Ростуризма, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. Ради Хабиров анонсировал новые антикризисные меры поддержки. Принятые за последние два года региональные программы также будут сохранены. В среде новых мер добавлены налоговые льготы по упрощенной патентной системам, льготные ставки по ариде госимущества для малого и среднего бизнеса, возможность освобождения от транспортного налога, налога на имущество предпринимателей в ряде сфер, которые требуют особой поддержки в текущей ситуации. В 2020 году основной задачей мер по государственной поддержке предпринимательства было сохранение общего количества предпринимателей и рабочих мест в этом секторе. И по итогам статистики Единого реестра субъектов малого предпринимательства мы фиксируем факт того, что в принципе это удалось. И, соответственно, количество субъектов малого и среднего предпринимательства не уменьшилось, даже прибавилось буквально на 1%. Но при этом произошла немножко раздиксатория предпринимательства. У нас увеличилось количество микропредприятий, буквально на 4%. При этом количество средних предприятий снизилось на 3 с лишним процента. К слову, в реестре МСП Башкортостана наблюдается положительная динамика. Только за 2021 год в Башкортостане число субъектов выросло примерно на 5 тысяч. Башкортостан в этом году станет одним из пилотных регионов страны по апробации механизма внедрения социального заказа. Это позволит бизнесу составить конкуренцию госучреждениям в оказании соцуслуг. Предполагается, что предприниматели получат субсидии по конкурсу, а также путем реализации механизма сертификатов для граждан для удобства. А получателям бюджетных услуг будет создан реестр исполнителей. Чтобы определить, какие барьеры для некоммерческих организаций существуют в этой сфере, а также понять запросы жителей, будет проведено специальное социсследование. Задача на этот год выстроить систему, в которой могли бы слышать друг друга все участники процесса. Именно поэтому очень плотно органы власти сейчас работают с общественной палатой. Именно поэтому общественная палата становится центром, который аккумулирует запрос предпринимателей, граждан, живущих на территории, и передает этот запрос органам, которые должны принимать решения, препятствующие, создающие барьеры, устранять такие барьеры. У нас в бюджете на социальное обслуживание уже порядка 700 миллионов рублей было предусмотрено, и работа ведется по социальной помощи уже на протяжении ряда лет. Мы являемся одним из лучших субъектов, имея лучшую практику в этом направлении по социальному обслуживанию населения. В качестве апробации в Башкортостане выбрано три направления – социальное обслуживание на дому, спортивная подготовка и развитие туризма для школьников. На спорт выделено 50 миллионов рублей, на развитие детского туризма – 77 миллионов. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком. Доллары и евро подорожали. Американская валюта на 4 рубля 29 копеек, курс 120 рублей 37 копеек. Простите, евро вырос на 6 рублей 51 копейку, до 132 рублей 95 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова